Век новых технологий, цифры и свободного доступа к сети. Практически любую информацию человек может получить без проблем. Согласно последним данным, с начала 2023 года на манипуляции в сети подались 22% казахстанцев. Людей обманывали по-разному. Этим пользуются и те, кто пытается манипулировать целым обществом. Мы расскажем вам несколько историй людей, которые стали заложниками таких организаций. Они могли лишиться практически всего в своей жизни. А причиной стало простое доверие. Итак, поехали. Эта девушка боится показывать свое лицо, просит изменить голос. А стыдно ей за то, что не смогла разобраться в себе и попалась в руки мошенников, которые прикрывались религией и привлекали людей. Ну а дальше дело техники и психологии. У меня был сложный период в жизни. И так получилось, что я искала успокоение в душе. И в какой-то день в домофон позвонил неизвестный мужчина. Спросил, верю ли я в Бога. А в Бога я верю. У меня довольно традиционная религиозная семья. И так получилось, что он начал задавать странные вопросы. Я сначала подумала, что это какие-то мошенники, может, хотят меня обмануть. И, ну, грубо им ответила, что мне это неинтересно. Но они оставили свой номер. Но я в тот момент находилась в депрессии и была достаточно уязвима. Поэтому я позвонила им. Приехала в их организацию, так скажем. Это спустя какое-то время? Да, это было через неделю. Через неделю я приехала к ним, начала разговаривать с ними. Они... Мне казалось, что они меня успокоили. Я будто бы нашла цель в своей жизни. Но потом они начали на меня давить. Они начали мне угрожать. Они ограничивали меня в правах. И в этот момент я поняла, что это деструктивные течения. И сначала покидать эту организацию мне было страшно, потому что они мне угрожали. Поняв неладное, девушка спустя время решила из организации выйти. Но все оказалось не так просто. Ей регулярно напоминали о том, что просто так бросить все нельзя. И просили вернуться. После чего девушка пригрозила законом. Я хотела покинуть эту организацию, выйти из деструктивного религиозного течения. Но мне было страшно за себя, за свою семью, за свою безопасность. Но в какой-то момент я перестала приходить на их собрание. Они начали меня преследовать. Потом я начала им угрожать в ответ, что я напишу на них заявление, что я обращусь в правоохранительные органы, что я добьюсь справедливости. И, видимо, они побоялись и отстали от меня. А эта девушка – одна из тех, кто была брошена в огонь чужой войны. Ради мужа и во имя любви женщина скиталась несколько лет в горячих точках. Уже в 2018 году с ребенком на руках осталась одна. Мужа убили. Как оказалось, супруг вступил в ряды деструктивных террористических организаций, запрещенных в Казахстане. Я не могу это вспоминать без слез. Я перенесла ужас и потеряла много всего. Я понимаю, что попала в руки деструктивные течения. Я понимаю, что на самом деле ислам не то, что они мне представили. Всего через два с половиной месяца отец семейства погиб в войне против исламского государства. И женщине пришлось ехать жить в Макар. Так называли специальные лагеря для жен, оставшихся без мужей. В постоянном страхе, под звуки взрывов сотни женщин выходили на улицы просить милости, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Нет плохой религии, есть плохие люди, говорят, в народе. Представители разных конфессий советуют проверять, изучать и будьте внимательны. В мире насчитываются миллионы людей, которые поддались провокациям преступных организаций, укрывавшихся под видом религии. Они проворачивали свои преступления. Мы все живем в мире из согласия и стараемся все проблемы решать сообща. Нужно понимать, что ни одна религия не направлена на преступления. В исламе, как и в других религиях, нет такого, чтобы человека одурманить или отправить на войну, как сейчас многие пропагандируют. У нас в городе представители разных конфессий религий встречаются регулярно. Мы регулярно проводим беседы с людьми и хотим донести до людей, что плохой религии не бывает. Есть те, кто этим пользуется. Мы, наоборот, боремся вместе с пороками, с алкоголизмом, с наркоманией, с абортами, с другими каким-то, с воровством и прочим. Потому что, по большому счету, у нас очень много общего. Не воруй, не блуди, почитай своей матерь свою. Это у всех и вся. Это основополагающая составляющая. Поэтому никаких, ну, по крайней мере, я их не вижу со стороны, что нам запрещают что-то или мы какие-то слышим слухи, нет. Поэтому тут я могу с уверенностью сказать, что делить нам нечего. У нас есть общая родина, наш Казахстан. И на благо и процветание, которого мы все вместе трудимся. В последнее время в офисах и на улицах, дома можно заметить, как разгораются дебаты на религиозные темы. Некоторые из них заканчиваются вполне мирно, а некоторые приводят к конфликтам. Мы обратились к эксперту, который призывает людей быть внимательными и не поддаваться на манипуляции мошенников, прикрывающихся религией. Как раз распознать манипулятора от религии? На самом деле, ну, одно дело, когда это в этой ситуации находится профессиональный, допустим, психолог, следователь или человек, действительно имеющий хороший опыт, он может распознать. Да, там есть телодвижение, есть неконгруентность, да, это все из психологии. И если у человека возникает, допустим, у меня возникает сомнение, ко мне тоже иногда попадаются, в кабинет несколько раз приходили, я задаю дополнительные вопросы. Я смотрю на реакцию, и мне это уже понятно. Я могу закрыть вопрос сразу, все, ребята, до свидания. Многие манипуляторы, наоборот, им необходимо, чтобы человек хоть что-то стал отвечать, и у них уже есть определенные шаблоны обхода сопротивления. Это то же самое, что в торговле. И они начинают манипулировать человека, начинают его заманивать, начинают что-то рассказывать, выявляют какие-то больные точки, а на самом деле, ну, на эти больные точки у любого очень легко. Хоть у женщин, хоть у мужчин. И через эти больные точки начинают что-то навязывать. В том числе, к сожалению, мошенники от религии. То же самое делают. Они те же навыки приобретают, и просто используют не совсем этично. И, к сожалению, тем самым часто они создают отрицательное отношение к религии. Не важно, какая религия. У нас в Казахстане есть храмы официальные разных религий, они официально функционируют. И если вы действительно нуждаетесь в Боге, ну, идите в официальные места. Если к вам приходят домой странные люди, ну, сами подумайте, это кажется странным. Даже если они входят в какие-то храмы, тем не менее, он может ходить в храм, но это вовсе не значит, что он исповедует то, что дается в храме. Может быть, он наоборот ходит туда, чтобы найти жертв для манипуляций. И, к сожалению, часто людей сбивают. Наш мир непростой. Очень много эмоциональных перегрузок. И на этом фоне человек, к сожалению, не всегда стабилен, и попасть на крючок очень легко. В казахстанском обществе приветствуется межрелигиозный и межкультурный диалог. Есть те, кто не относит себя ни к одной религии. Другие предпочитают просто верить. Да, те и другие имеют полное право на это. А вот что касается пропаганды и религиозных убеждений, тут закон говорит следующее. В соответствии с пунктом 7 статьи 6 закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях, никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и Законами Республики Казахстана. Также не допускается проведение религиозных обрядов и осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях организации образования, за исключением духовных и религиозных организаций образования. У нас работает портал, на котором есть вся необходимая информация. Чтобы не попасть на уловки деструктивных течений, можно там всю информацию получить. Мы проводим большую работу, чтобы люди были осведомлены. Ущемлений никаких нет. Итак, подводя итоги, хочу отметить, что Казахстан, как светское государство, нейтральное по отношениям к разным религиям. Наша страна всегда была центром мира и согласия разных народов, религий и конфессий. Главная цель сегодня привить будущему поколению два главных принципа, которые транслирует любая религия. Любить ближних и быть терпейми друг к другу.